Начиналось в седьмом году как желание проводить выходной день с близкими и близкими, разными, интересными людьми. Встречи, которые, как я предполагала, должны быть полезными, очень образовательными. Какое счастье, что за сегодняшний вечер третий раз звучит слово «образование», и третий раз звучит слово «культура отношений». Я заметила это, это хороший знак. И я интуитивно думала, что же это должно быть за пространство такое, про которое Динаида Гибберс в свое время говорила, и я любила интересоваться интересным. Я учитель литературы, и салон Анны Павловны Шерер, представляете себе, мне молодой учительницей кружил голову, такая форма кружила. То есть собираются люди, говорят об интересном, все время новый человек, они полезные знакомства какие-то, да, выходят в каком-то раздумье, вариант дискуссий тогда, вы помните, был, да, значит, каких-то докладов, возможно. Вот кто-то приехал с войны, что-то новое рассказал, поэты и прочее. И вот представьте себе, что вот это, вот эту, я думаю, как же так сделать салон. Ну, салон не салон, салон сильно отдавал чем-то таким богемным салонам, да, музыкальным, поэтическим салонам. Мне казалось, я не получала удовлетворения, я понимала, что я не этого хочу. Почему игры для взрослых? Потому что, когда я проходила в седьмом году ТРИС, теорию решения изобретательских задач, этот проект назывался так. Я купила в то время незагородный дом и очень хотела, чтобы на выходной люди, как мне казалось, они непременно должны захотеть это делать, приезжали с семьей и без семьи. И это будет не база отдыха, в смысле лошади, бани, значит, там, теннис, все, что нам предлагают лыжи. А я думала, что это должно быть камин, опять же, и тот же самый салон я мысленно переносила туда, но добавляла еще и просчитывала даже, что и тогда, в седьмом году уже это у меня возникало, желание приобщить это с культурой русской земли. То есть мне казалось, что это должны быть некоторые ролевые игры, как вы помните, фильм Никиты Михалкова, где они, ролевая игра какая, набили морду друг к другу, это обязательным условием было, когда они сходились, как этот фильм последний называется, где он явно показывает, они, кадеты эти скачут, они, как спустить было, значит, энергию дурную, то есть они встречались стенка на стенку, улица на улицу, они дрались, впускали кровь, тут же, в общем-то, они все вратались, расходились. И вот это вот русские, значит, тройка лошадей, развлечения по-русски. И все время я двигалась вот в эту сторону, опять же, неосознанно, русскость, потом это стала Сибирь, какая-то культура родовых корней, потому что родология, наука, придуманная Екатеринбуржцем Докучаевым, это я знала всегда, что это необходимо знать, потому что если мы то здание, которое не знает своих корней, ну вы понимаете, что будет с домом без фундамента. И мы сейчас, в общем-то, наше поколение, это как Иван, не ведущий родства, который не понимает, ну это опять же целый процесс же, так сказать, исторический, когда мы не знали, кто такой дед, прадед, и мы об этом не знали, не хотели знать, но, собственно говоря, мы пришли к тому, очень логично и закономерно, мы пришли к тому, что сегодня в обществе имеем. Поэтому я обязательно предполагала, что это рассказ о роде, о том, как было у нас принято на земле, так как я свято верю, что Сибирь это вообще будущая цивилизация, ну не сочтите, так сказать, за пафос. Я считаю, что сибиряк это... вот есть такое понятие москвич, а есть сибиряк, и не будем дальше. Вот я свято верю, что это так. И я думала, что мы там об этом уже будем, и человек, выезжающий из этого пространства, он будет, ну хотя бы думать о том, что как же сделать так, чтобы вот наша земля... ведь сегодня говорить о культуре на дорогах невозможно, без культуры вообще, ведь правда же? Но мы не можем оккультурить часть этого населения в общем бескультурном обществе. Ну это вот, понимаете, такого не может просто быть. Он наконец-то задумается. Ну и так далее. Вот думала так. Я... прошли годы, я создала вот этот центр, это уже была другая форма. Я не пробовала в загородном доме это делать, как-то вот не дошло у меня. Я создала вот эту площадку, которую я назвала «Время перемен», и идея была другая – приходите все, кто знает, как изменить мир к лучшему. Вот такой период у меня жизни был, и я устраивала некую площадку, на которую человек, приходя, говорил, вот я знаю как, как Андрей мне сейчас сказал, телеска, а там кто-то скажет, вот так. Я собирала людей, моя задача была собрать людей, это некоммерческий, как и по сей день проект, и вот люди рассказывали, у кого-то загорались глаза, не находили единомышленников, уходили. Это длилось годы, пока мне все это тоже не надоело, честно говоря. Как называется сегодняшний проект, я не знаю, но я точно знаю, что два года я не могу жить просто, не думая об этом. Я думаю об этом два года. Что-то толкнуло меня на мысль выбрать ту форму, о которой я сейчас расскажу. Это мои частые путешествия по миру. Я езжу по миру и понимаю, что садясь в экскурсионный автобус, ты становишься заложником, ну, либо откровенно глупой девочки, которую я прочитала вчера «Путеводитель», либо «Путеводитель» у тебя чешет, либо я, как учитель русского языка, вот этот вот косноязычный, глуповатый вариант, просто я его сразу ухом слышу, и рассказать о своей земле, ну, а потом о какой своей, вы же понимаете, кто там работает экскурсоводами за границей, ну, наши же ребята-то работают. Ну, чтобы просто он рассказал так, хотя бы влюбленный в эту землю, вот в Индии, в частности, были такие ребята наши из Нижнего, которые были влюблены, они знали эту культуру, они рассказывали так, эту музыку, что он невольно сам Индию начинал любить. И тогда я подумала, так, если мальчишки, а вы видите, что такое экскурсия, да? Это когда ты, допустим, в 8 утра или в 10 в автобус сел, вечером тебя вернули, и ты находишься в этом процессе целый день. Ну, кто ездил, вы же понимаете, как это делается, да? И тогда я вдруг увидела на Кипре там одного тоже, безусловно, русского человека, живущего на Кипре, и вот этих ребят в Индии, я подумала, как интересно, одним днём можно развернуть, полюбить страну или нет. Вот эти люди, которых я встретила, они реально меня либо влюбили в культуру эту, либо нет. Сегодня я мечтаю об экскурсионном автобусе, другого формата, о другой форме, не формата. Я, увы, ну пока не найду, потому что мне хочется, чтобы люди, я говорю о новосибирцах, чтобы люди, находясь в пространстве автобуса, маршрут будет простроен. Я говорю о Сибири, а не о Новосибирской области, хотя и о Новосибирской области. Вы показываете на Кирилла, нынче своих гостей, я привела к нему, и выходные мы провели с ним вместе, часть выходных. Поэтому мы уже знакомы. Мы уже знакомы. Очень хорошо. Да, значит, и так люди, заходя в этот автобус, что предложено? Провести выходной полезно, потому что, не знаю, знаете ли вы, есть ли у вас, например, дети таких возрастов, как у меня, и огромное количество еще, ну, кстати, клиентов, потому что я директор агентства недвижимости, проходящих через этот центр людей, всяких разных интересов. Я такая любительница вести опросы. Ну, как сейчас про точечную застройку, я у всех спрашиваю, как точечные застройки относятся, так я у всех спрашиваю, а у вас на выходной какие планы, предположим? И я вдруг поняла, что кататься на лыжах, если ты сибиряк, вставай на лыжи, это такая маленькая часть людей, а чтобы пойти в кинотеатр или театр, ну, вы догадываетесь, не буду комментировать, и тогда я говорила, подождите, ребята, а как? Они, ой, да мы так хотим, мы хотим с удовольствием, а ты что предлагаешь, вот как встретиться? Я эту форму интуитивно искала, где бы мы вот так встретились, но не на 2-3 часа, а уехав в субботу, а, возможно, на 2 дня, мы могли бы наговориться, мы могли бы с какой-то новой идеей, дети бы занимались в своей среде, взрослые бы свои. В общем, я думала, думала, кроме автобуса ничего не придумала, но мне бесконечно нравится эта идея. Итак, то, что я ездила за границей, и добила меня нынче томская писаница. Она меня добила окончательно и бесповоротно, мои дети учатся в частной школе, я активная родительница, я не знаю, кто как в школу может зайти, через кого, я очень хорошо знаю школы, потому что 15 лет проработала в 54-й на центральном рынке, и знаю школы, многие мои подружки остались директорами, завучами, ну и прочее, да? Я знаю, что такое школы, но если не все, то многие. Я хочу вам сказать, что зайти с легкостью в школу и рассказать об астрономии, к примеру, или рассказать вот о том, о чем вы говорите, или хотя бы рассказать, ну я не говорю уже даже, боги, упаси господи. Хотя на самом деле вы понимаете, что несколько лет назад, два или три года, кто вот с народным образованием связан, тот знает, что в школу спустили урок, который назывался «Знакомство типа с конфессиями, что ли». Помните, со всеми конфессиями, на что мои училки, подружки говорят, ну урок-то да, кто его вести-то будет? О чем вы рассказываете должны? Мы сами не бум-бум. Кто? Как у батюшки? Кого там этого гравина? Кого приглашать-то вообще-то? И плавно этот урок перевели в этику и психологию семейных отношений. Ну, к примеру, как держать вилку, как-то мне сморкаться. Ну, то есть взяли и сделали все примитивным. Мы простили, оскопили. Мы сейчас тоже очень здорово упрощаем. Я тебе скажу прощения. Да. Вот. И тогда я подумала, что зайдя в этот автобус, люди, я говорю о взрослых, о детях, о семьях, о приезжих, и я изучила этот вопрос, про томскую писаницу, начала и не закончила. Они находили, да, про томскую писаницу, а потом, почему она меня давила. Мы сели в автобус, и мы ехали через Новосибирское турбюро. Мы сели в него, и первое, что она сказала, экскурсовод оборачиваясь, она сказала, ну, а теперь включите свои афоны, телефоны, экскурсии, и поехали. Через час я спросила, как даже экскурсия, она поняла, что есть мамаша, от которой не отвяжешься. Она начала рассказывать о том, что тон добычи угля, что-то еще, что-то еще. Дети активно сосали чупа-чупсы, были в наушниках, с планшетами. Вот. И, в общем, мы там с одной родительницей разговаривали просто об улице города Новосибирска. Все это было стихийно, я совершенно не готовилась, но дети отзывчивые, очень отзывчивые. Они хотят интересоваться, конечно. Я с удивлением поняла, что улицы проспект Держинского, там вообще у нас такой революционный красный город, я вот это вместе с ними, это поняла. А так как мы ехали в Томск, то мы говорили о скульптуре города Новосибирска, дети тоже отзывались. Они разговаривали, они были заинтересованы. Томск очаровательный просто город, великолепный город. А когда ехали обратно, ну, то вот, опять же, вот ее рассказ и рассказ наших учителей просто разговор с обратной связью, он получался лучше, чем монотонный рассказ экскурсовода. А что бы мне хотелось, чтобы люди, об одном и том же можно говорить по-разному. Можно говорить о том, что, а сегодня же у нас годовщина императорской семьи, Романова, да, ну, вы знаете, и об этом можно говорить оценочно очень. Можно, например, говорить о том, что это слабый человек, приведший страну к этому, к тому. Можно еще как-то идеализировать. Вот категорически, без крайних мнений, я думаю, что называя вот какие факты, они мне очень нравятся, что после пожара в Новосибирске было открыто 12 школ, или там 10 школ, или реальное училище. А глава Новосибирска Ленов Николаевска того времени хорошо понимал, через сколько лет и кого выпустят эти школы. То есть образованию, о котором сегодня идет речь, было вот, тогда они, видимо, к образованию относились иначе, нежели сейчас, потому что историю, которую, как известно, историю пишут люди, а есть еще и другие вещи, о которых можно говорить. Целью моего проекта, что является совершенно безоценочный рассказ о людях Сибири, о людях России, о реальных людях, которые жили, и которые я совершенно недавно узнала о пабликах ранее, не представьте себе, но не узнала. Хочу ли я пропагандировать, да, вот слово пропаганда, оно меня немножко корежило, а сейчас я понимаю, что надо, как говорил Серафим Саровский, «Помогите России, кто может, Россия в опасности». Я так чувствую, я никого не прошу, это моя точка зрения, я не хочу ни с кем спорить. Я вижу, что происходит с нашими детьми, я вижу эти проблемы, я чувствую, куда мы движемся, движемся неотвратимо. И все, чем я могу помочь, это попытаться вы через дороги, а я через вот этот маленький движущийся, передвигающийся, ну, в автобусе, в котором будут наши песни, в котором будут наши мифы, в котором будет рассказ о реальных людях, где выйдя, мы станем чуть лучше. Я не хочу о гадостях, я не хочу спорить, я не хочу острых жареных фактов, я хочу, чтобы люди в автобусе вдруг поняли, чьих они, как раньше говорили. Помните этот фильм старые, может, вы не помните, а старше вас, «Помни имя свое». Великолепный фильм, «Помни имя свое», так назывался этот фильм, я думаю, мы все забыли, мы размусолили на слова, когда, я совсем не смотрю на время, потому что это может быть из второй части, вопрос, который меня бесконечно занимает. Когда я пытаюсь поговорить о русских, то русские, ну, в смысле, мы с вами, жить, ну, вот, все, кто нас окружает, они почему-то, ну, не все, конечно, не все, но вот те, кто так говорит, всякий раз, я говорю, почему вы так говорите, вот я искренне не знаю, вам этот вопрос задаю, да перестаньте говорить о русских, сейчас начнется у вас этот великий русский шовинизм, что вы самые, да самые, я говорю, вообще самые, даже не сказала слово самые, я просто сказала, давайте вспомним свои корни, мы откуда родом-то, ну, давайте, ну, не к тому, что мы из Татарстана или там из Германии, с Осла, да и об этом давайте вспомним, давайте не забудем себя, от чего у вас такая боязнь, почему китаец, а я была в Китае, то, о чем говорю, своими глазами видела, почему китаец считает себя центром земли, однозначно, почему в Еврии, а я жила в еврейской семье, была в Тель-Авиве, там живет моя подруга, я говорю, у вас правда, что ли, говорят детям, что вы самые лучшие на свете, помню вот это, помню, они говорят, да, говорят они, я это видела, поэтому откуда у нас это чувство, ну, не буду его называть, какое, если вам кажется какое, то вы сами скажете, я не хочу сейчас грандики эти навешивать, и так, это слово, это национальные скромности, вот, я очень боюсь вообще, когда человек, знаете, вот в блуд таким словом может ввести, я как раз больше о возрождении, вот слово возрождение, культура, красота, вот это движет мой, а вот поковыряться, да вот вы помните так, не хочу даже об этом говорить, не потому, что я хочу искажать факты, просто так много в нашей жизни, ну, придуманного, подтянутого за уши, плохого, в чем мы, собственно говоря, болтаемся, захлебнулись уже, ну, для тех, кто понимает, что мы уже вот так наелись, что, и не прочь бы рассказать, идеализировано даже и о нашей культуре, а почему нет, оказавший на меня огромное влияние Сергей Алексеев, нынче, Томич, который написал «Сокровище Валькирии» с урок уроков русского, я прямо сейчас вот его прям пропагандирую, я сейчас прямо его произношу, не считаю ничего особенного, это, благодаря ему, сказал Михаил Задорнов, я думаю, хватит мне, ну, вроде людей смешить, я думаю, не подумать ли о серьезном, сказал Михаил Задорнов, проехав по Сибири, сказал, ребята, дороги не ремонтируйте подольше, чтобы нечисть оттуда к вам не приехала, вот что сказал Михаил Задорнов, будучи в полном восторге от Алтая, от Томска, от Красноярска, от Иркутска, вот, и никакого шутовства там не было, это тот Сергей Алексеев, который в своих 40 уроках русского, которые сейчас продаются, сказал, первое, что нужно сделать русскому человеку, это вернуть русский язык. Именно поэтому Владимир Сорокин надо мной шутил, но я ему сказала, ребята, а почему тьютер? Откуда такое слово? Я его не понимаю, оно не наше, оно вообще не наше, его не надо произносить, а почему месседж? А почему, зачем вы, куда вы дели великий, могучий русский язык? Ведь это же язык образов, ведь это генетический код нашей нации и нашей культуры. И тогда Сергей Алексеев, а я с Леозерним, говорил, да возродится русский язык, да возродится наша культура, возродится наша земля. Я очень хочу, чтобы наши дети, а у меня двое детей, понимали, что они хозяином своей земли. Только чувствую себя хозяином на своей земле, ты не допустишь того безобразия, которое мы сейчас видим. То, что сделали с нами, ведь это же тоже отчасти с нашего молчаливого согласия, ведь отчасти так. Ведь та проблема сегодня, знаете ли вы ее или нет, с огромным количеством приезжих нерусских людей, да, огромная проблема с точечными застройками, с отсутствием дворов. Лишили детство, целое поколение, лишили детство, потому что ребенок, выходя во двор, но он видит то, что он видит. Эзотерически настроенные люди говорят, что мы вообще площадка для экспериментов кольцовских. Да. Не хочу в это верить, но то, что даже это не плохой фэн-шуй, а некая страшная штука, которая происходит с нами, попадая в эту энергетику, ну, понимаете, что происходит вообще с нами. Ну, вот, пожалуй, так. Этот проект не имеет названия, это некий экскурсионный автобус о Сибири, о людях Сибири. Ну, так. Время, вот, большая вводная, 30 секунд до конца. Если бы вы сформулировали вопрос, как бы этот вопрос выглядел на идейную поддержку? Как вам кажется, вам лично, каждому из вас, интересно было бы подобная экскурсия? Это первый вопрос. Второй вопрос, а где берут единомышленников? Потому что в этом остро нуждаюсь, я человек бизнеса, и в этой гонке я не понимаю, где это может быть. Где вообще, в каком направлении искать. Вот. Вот так, пожалуй, это основные два вопроса. Вот это основные вопросы. Софья, учитывая, что вы хозяйка, мы вам 5 минут давайте продлим, поставь 5 минут, и давайте попробуем набросать идеи на те вопросы, которые прозвучали. У меня идеи. Ну, да, конечно, я хочу участвовать в этом экскурсии, в автобусы. Академия самопознания, которая занимается русскими традициями, русскими корнями, вам знакома? Да. И как? Вот вы ее видите в своем уме. Ну, Академия самопознания, я не знаю, какой академии, я такую академию знаю, только чтобы русскими корнями она занималась, не знаю. Вот именно конкретно. любки там, вот это интересно. Может быть, вы не то знаете. Любки я знаю. Да, да. Ну, что сказать, я люблю другу со всеми, кто говорит о русскости. Смотрите, я хочу прервать. Формат, это идея, идея вы обучала, вы ее записали. То есть, идея записала. У меня идея расширить пропускную способность, именно информационную, да, и может быть, сделать этот автобус как курсирующая съемочная площадка, на которой будет написано, что этот автобус, он меняет культуру отношений, и туда каждый человек может зайти, где-то что-то проехаться, либо что-то рассказать, для того, чтобы, помимо информации внутри автобуса, было еще распространение информации вовне, в социальных сетях, в интернете и прочее. Я хочу сказать, что вы проговорили, очень живо отзывается, ну, прям, отзывается, на 100% отзывается. Чего мне не хватило, и для того, чтобы принять решение, поехать или не поехать, это просто программа. То есть, вот мы выехали, первый час, что будет происходить, то есть, что будет рассказываться сейчас, то есть, потом второй час, что будет повторить, кто будет рассказывать, о чем, как мы будем сидеть, когда время, когда я могу говорить, когда дискуссия, когда, то есть, как бы, если это самоформат, ну, совершенно самоформат, то есть, мы выехали, и оно происходит само, я не верю в самоформаты, то есть, это какой-то, то есть, мне не хватило, то есть, мне идея понятна, то есть, идея была понятна, ну, то есть, идея понятна сразу, я уже зам, меня уже, как бы, все, теперь мне не хватило программ. То есть, если на день, то куда поедем, что будем говорить, в какой последовательности, о чем я узнаю, ну, то есть, просто, просто, собственно говоря, Это ведущие несколько созвучных мне экскурсоводов, не один, А если там, как Андрей предложил, кто-то заходит, мне эта идея понравилась, кто-то заходит, рассказывает, то есть можно зайти, установку проехать и выйти, допустим, по городу, есть у меня свободных 15 минут, я хочу на этот автобус. Представляете, вот как работать человеку, который будет рассказывать в таких условиях? Кирилл, а в чем идея? Идея в том, что это очень хорошо, но это очень дорого. Автобус? Нет, автобус, вот именно в таком режиме, потому что это час работы и все, у тебя башню разорвет. То есть так людям рассказывать можно часами, а когда через 5 минут у тебя совсем другая аудитория, это башню разорвет тот человек, который рассказывает. То есть ты говоришь... А вот если это будет механическая штука, как вот, допустим, на Исаакиевском соборе, записанная по определенному маршруту, то тоже неинтересно. Нет, это не по городу, это может быть не городского. То есть это на день, на два, на день, на два и по Сибири, то есть это Алтай или... Это, для начала, это Новосибирская область, это Сузун конкретно продумал, да. Сузун продумал, да. Хорошо. По поводу, где найти соратников, ну, я, честно говоря, вот наш клуб, Клуб Терин, для этого и создавался, ну, то есть он для этого создан. То есть страничка на сайте клуба, где вы описываете свою идею с вопросом, кому это интересно, отзовитесь. То есть просто вот такой вот... Сколько стоит вообще расходы на сие мероприятия вообще? Ну, это аренда автобуса, хотя я его подумала не купить, но неважно. Это и зарплата экскурсоводам, ну, оснащению вот этому. В случае, если остановки, это остановки, продуманные остановки. Это проект некоммерческий, самоокупаемый. А жить, ну, жить, ну, это же надо где-то жить еще. Разумеется, если это с ночевкой, то жить, это одна цена. Если нет, то это другая цена, складывающаяся из... Ну, в общем, маршрут выходного дня из Новосибирска на один выходной день. 1200-1800. Ну, где-то так. Между. Может быть, там лучше не автобус, а какой-нибудь трейлер. То есть там люди могут быть, конечно, их будет там меньше, но они могут там сидеть за каком-нибудь столом, то есть говорить. Твою идею сделать трейлер, да? Например, да. А трейлер, это максимальное какое количество людей? Мало. Мало, но как бы там другой уровень общения будет. То есть, как бы... Или это пара из... Она подразумевает запись и благодательность. Да. Последнее, что просто хочу сказать. Все-таки, вы очень здорово высказываете. Прям очень здорово. То есть, вы создаете такую атмосферу, и прям хочется прям окунуться, прям хочется нырнуть. И так вы это вот создаете здорово. Это прям просто такая обратная средность от нас. Давайте я спрошу. Я тебя не спрошу, что было цена в вас? Я услышала себя, и я понимала, что... Я смотрела на ваше выражение лица, и поняла, что я очень зависима от обратной связи. Это мое слабое место. Мне не надо зависеть от... Я должна понимать, что люди по-разному могут быть настроены. И не надо всем соглашаться, по идее, со мной. Вот здесь мое слабое место, мне надо над этим поработать. Ни в коем случае. Если вы перестанете обращать внимание на обратную связь, то вы не будете... Не на обратную связь и не обращать внимания. Я не могу сбиваться с волны. Это не может меня выбить и седла, понимаете? А я начинаю эмоционально от этого зависеть, понимаете? Когда стоишь в аудитории... Сейчас, Андрей, когда в аудитории, ты хочешь вроде как... Ну, видишь, что человек вроде там не согласен, и ты начинаешь на него работать. Вот так мне должно быть. У меня возникла еще одна идея. Можно предложить... Я бы предложил вам продвигать не автобус, а себя. Вот с вами бы я бы поехал. Вот, Андрей, мне так говорили, а я что-то всегда... А в автобусе не цепляет. Ну, правда, не цепляет. А себя-то как? Это второй вопрос. Когда мне сказали, Софья, первый строительный фонд вывесил эту девчонку по всему городу. Ну, ты что, слушай, ну давай ты, ты посмотри, ты то, все. Давай себя, вместе с агентством, со своей идеей. И я что-то не додумала, не додумала, что-то помешало. Вообще круто было. Примите идею и поддержку. Спасибо. Я присоединяюсь к этой идее, Андрей. Да, это... В общем, ищу, ищу своих, что называется. Ищу себя, себя вроде бы нашла. Ищу своих. Давайте поддержим своих. Спасибо.